Игнат Игоревич, что святые говорят о подмене слов? Например, есть слово гей, а есть слово садомит, а есть слово геи. Вроде гей как бы так вот играючи, сглажено как-то звучит, а садомит это уже все ясно. Происхождение-то слов описывает, как вот взять Владимир Иванович Дарь, откуда оно произошло, иногда начинает фамилия разгадывать, а как она вот была. Вот мою фамилию ни один не мог ответить правильно, не знают. Ну это уменьшительное от слова лапа. Ну уменьшительное лапа почему дали человеку-то? Почему Григорий Ницкий, я всегда повторяю, брат родной Василия Великого, он говорит, слово имеет силу воплощаться, зримость. И потом человек с этим дремом идет, или еще что-то. Почему? Зачем подменять слово? Определенно, четко, ясно. Допустим, проститутка. Понятно, что такое. Еще кто-то блудница. Написано, прелюбодейка. Нет, придумали другие слова. Гражданский брак. А это что-то такое. Что значит гражданский? А тот такой был, который законно дети рождаются. Вот ее название, там, на букву Б, вторая, говорит, буква алфавита. Без мужа она жила где-то. Ей ребенок, она для себя. Это ребенок у меня для меня лично. Для нее лично. Так и говорят. Это трагедия. Притом, это встречается подмена слов и в политике, и везде. Вот сейчас придумали закон снос незаконных строений. То есть они не давали регистрацию. Женщина отдала свой дом, они купили дом, но вместо этого дома строят храм. Красивый храм. И вот приезжает милиция, предупреждает, это незаконно, вы должны снести или за ваш счет снесут. Что значит слово снесут? Суд взял вот тарелку, снес, и она ничего не представляет. Но когда уничтожали где-то немцы или кто, говорили, уничтожено, сожжено, было разрушено столько деревень. Тут сразу картина встает, а снос ничего нет. То есть это умышленно, люди сидят этим, занимаются. Скрыть. Вот вор, разговариваешь с ним, сидит за воровство. Он никогда не скажет, я своровал. Говорит, да, взял там. Взял. Слово взял, это нейтральное слово. А как взял, с чего взял, где взял. Никак. Он, допустим, угнал машину. Я говорю ему, Игорь, ну как ты так? А что особенного? Машина стояла, я прокатился. Он прокатился. Он не говорит, что он вор, своровал чужого осла. Угнал его, не для Господа он нужен. Его никто не давал ему. Я наблюдал. Притом это везде. Подменам государственных. Я говорю, что? Я долго не мог понять, для чего депутаты нужны. Они ничего не делают. Решение принимали без них. И вдруг депутатский корпус. Ну там, пешки сидели, руки поднимали во времена советского засилия. Империя зла. Тут все понятно. Но вот когда Горбачев был, я в это время, в 86-м году сидел в тюрьме. 112-й, кажется, камера, СИЗО, 17-й, дробь 1, канатная 81. Тут что-то тут и не так. Все понятно. Перестройка. Перестройка. Это означает, строили неправильно. Перестроить надо. Перепланогенировать. Вот это было понятно, что рухнуло все. На чем все зиждилось. Он еще генеральный был секретарь партии, а уже видно было, что он не такой, как прежде. Перестройка. А что за ситуацией? Почему было прямо не сказать? Потому что все это было ошибочно, вредно. Ничего этого не было сказано. Просто перестройка. Показать социализм человеческим лицом. Но там такая харя вылезла. Кровавая морда, которая миллионы людей сожрала. Что все от него отвернулись. Сами уже люди догадались. Вы кого имеете в виду? Вот. Подмена слов. Я видел. Снос. А не что-то не так. Красивый храм. Смотришь фильм «Левиафан». Все это обстряпали. Мужика там посадили. Он строил по дощечке, прибивал. Все та же история у меня сейчас. Снос. Снести из закона. А для чего депутаты? А, тут теперь другое дело. Вот сегодня, сейчас, это, пенсионный возраст повысили. Он думал на пенсию. Теперь я поеду к внукам. Ша нету. Надо идти работать. Иначе пенсия будет маленькая. Или никакой. Я говорю, а что вы волнуетесь-то так? Ну как так это? Ну депутаты проголосовали. Это не Путин делал-то. Понимаете, не только поклонская Наталья там, говорит, одна восстала. То ли ее специально убрали для этого, на заколение, то ли еще и... Ну девчонка, правда, сидит такая хорошенькая. И она, конкретно, прямо, говорит, православная, с иконами стоит. Депутат государственного... Была главный прокурор Крыма. И вот если начинаешь дальше смотреть, с этими людьми разговаривать... Я тут приехал один, недавно было. Ну прямо на днях приехал в другого места человек. Но вы понимаете, это власть, это... Постойте. Власти какие? Назови их то. Депутаты. Депутатский корпус. От Алтая был там? Был. Вот выборы были. Голосовал? Голосовал. Это твой представитель. И от твоего лица... Да я ему это... Нет, все. Все, вы наделили его всеми полномочиями, неприкосновенностью. Все. Я не голосовал. Я могу это говорить. А вот если бы все сто процентов не пошли, депутаты не были бы избраны. Тогда бы ты имел полное моральное право говорить. Ну из года в год голосует и голосует, и... Ну обман идет сплошно. И морешь бы выбраться. Пенсия в 200 тысяч рублей. Пенсия назначена. И они все время повышают и повышают. Почему? Зачем? Это поэтому не надо говорить. А вот поэтому им и дают. А он знает, такого нигде больше не получит. И он будет голосовать за все, что сказали тебе надо. Все равно мы проголосуем за... Проголосовали за депутата. А президент на утверждение там, все там. Ну поэтапно. Там везде свои закорючки есть. Ну все. И главное выступил против Зюганов. Понятно. Тут очки они набирают. Но слишком много за ними, за этой бандой, что на них никто не смотрит серьезно. Это невозможно. Столько это. Подмена слов. Почему не сказать. Избираем свою гвардию, когорту. Будем кормить их, подкармливать. И эти люди будут ларить, куда мы покажем пальцем. Эти люди будут одобрять все, что нам нужно. И не только одобрять, но будут хаять, мочиться, как псы. Мощащиеся. Как Библия об этом говорит. Поэтому подмена слов, изменение их на каждом шагу, везде. Вот сидит ребенок сзади сиденья. Ну, ноги поднял, и впереди на спинку упирается-то. Ну, ребенок неадекватный. Написано. А мужчина сзади оборачивается и говорит. Это натуральный говнюк. Ноги задрал, сидит. Вот и все его названия. Какое-то неадекватное. А это ничего не говорит, ни о чем. Вот вчера показывает, и это смешно кажется. Мать стоит, он ее дергает, дергает. Но подсаденок уже больше, лет 5. Он ничего не может сделать. Видимо, играют игры где-то. Ну, где они говорят, она всем говорит, через прилавок. Там какая-то организация. Вот. И лежат журналы на низком столике. Ребенок раз все журналы. А мать все его за руку пытается взять, а сама не оборачивается. Ей разговор ваше. И он тогда подошел, и как ее заплатят одерну, она в этих трусах осталась. Ха-ха-ха. Вот смотришь, когда 12 фильмов Никиты Михалкова. И там один выступает. Видимо, не русский. Тут тарататарин или кто-то. И везде ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Человек упал. Ха-ха-ха. Убил он там где-то. Но перевернулся. Ха-ха-ха. У вас жизни-то никакого нет везде. Ха-ха-ха. Он русский ставит на место. Ну, я знаю, что это герой, которому слова вложил Никита Михалков. Подмена названия событий. Переворот. Пусть они ответят, что сделали с княжнами, царскими детьми, девушки, не познавшие мужа, девственницы. Поставили к стенке и расстреляли. За что? Высказывания были какие-то за контрреволюцию? Нет. За что расстреляли? И не просто указания Свердлова. Тот комитет ничего не мог сделать-то. По указанию главного своего вождя-мирового пролетариата. Почему прямо не сказать? Пошли за Сталином, за бандитом. Он грабил кассы. Побег за побегом делал. Царь был тюхтяк. Ему советовали там, кто есть, сейчас, не знаю, Милюков, Столыпин. Повестить этих февралистов. Ну, февральская там революция. Ну, хотя бы, ну, две тысячи человек. Или двести слов революции не будет поминаться даже. Игнатих, конечно, вот сейчас царебожники, так называемые, скажут вам, как вы так на царя-батюшку? Он ведь, он искупитель. Как вы к этому относитесь, к этому термину? Царь, Николай и искупитель. Ну, какой искупитель? Об этом Осипов Айтирииш говорит. Искупитель один. Хотя мы без него знаем-то. Ну, глупость. То есть, начав посчитать, они не могут остановиться. Царь никакой. И отвлекался он уже был не царь. И казнили бывшего царя. Уже он не настоящий царь. Был он отрекся. Так его застал. Это другой разговор. Совсем другой. Которого царь... Бывший царь, которого насилие заставили отречься. Дело было в войне, которую он любил. Солдат Огородовский. Вот это его сгубило. Единственный настоящий человек, который конкретно видел, знал и предсказывал, это Григорий Епимович Распутин. Это был настоящий истинный пророк. Намного, конечно, в этом вопросе он был выше в своем положении, чем Иоанн Крыштадтский. Со мной не согласятся. То другое. Но Иоанн Крыштадтский не говорил. Если его убьют, то запутаны будут на этом деле особо царской власти. То сгинет все. А если дворяне, то на 7 лет. А если просто христиане убьют, то вообще возмездие не будет. Я вот заметил, Игорь Тихович, на вас как раз клевещут и ядом изливаются на вас. Именно в большей части царь и божники, которые Николая Второго почитают, они люто вас ненавидят. Они писания не знают. Вот мы едем дорогой. Уже проехали Тобольск. И возле дороги стоит человек. Голосует, кажется. Женщина рядом. А у него такая черная, монашеская как бы, священническая. Я Николаю Крущеннику говорю, остановитесь, позвоните. У нас место свободное и леса. Около тебя сядут они. Потому что у нас на 7 человек. Ну и правда они сели, стали разговаривать. Но они-то, им надо, куда едете, в Барнаул? Ну, что мы так до самого конца и довезем. 1300 километров мы их везли. Ни копейки не взяли, за двоих. За двоих. Вот. Но дорогой стали разговаривать. А он один из тех, которые сегодняшнего Михаила Георгия короновали. Путин даже не знает, что он уже никто. Царь. Царь. Я вон от тебя борется. Я говорю, а как же вот написано где? Галатам. Открыть. Я говорю, ну, почитайте. И даю ему Библию. Она еще сидит, молчит. А он и листает, и не может нигде найти. А ищет там среди Моисеевых книг. Галатам. То есть совершенно не знает Библию, первый раз держит. Как она взыграла? Вы что, смеяться над ним решили, что не знают? Вы хвалитесь, что Библию знаете? Я говорю, подождите, я что-то сделал не так. Подал Библию, подал правой рукой. Вот он сидит впереди. А им деваться-то некуда. Слезть они с машины, не слезут. А им ехать надо-то. Ну, вот тут уже и начался разговор. Ну, то есть, Игнатик, по сути дела, все их учение построено на баснях каких-то человеческих. И Осипов тут прав. Это безумие полное. Какой Искупитель? С чего, от кого он иступил? Ну, Искупитель-то один рода человеческого. Искупитель-то один. А они тут подменяют еще кого-то человека смертного. Ну, все это понятно, повторяет вещи. Я говорю, об обмене слов. Ну, а хорошо. Был саммит в 2006 году. И вот все решили и подписали. Множество религий было, множество конфессий. Искупитель-то сложил-то, и годится. Голову запрокинул, как глухари. Начал-то коварь. Так нет, ну, я хочу рассказать. И вот. И решили, что один Всевышний у нас у всех. И единые нравственные ценности. А что это за нравственные ценности? Какие? Ну, вот хороший вопрос. Ну, вот это вот и есть. Не сказано. Это горбачевская. Духовность. Нет такого слова духовность. Духовность это горбачевское слово. Появилось тогда. Вот режиссер Малашин, Юрий Николаевич, что-то переснимал. И говорит, коробки уже снятое все. И там, в этих коробках, там и много нехорошего. Но сверху крестик нарисовали на коробке, уже все пройдет. Вот и все. Я про депутата потерю говорю. Вы не имеете права бунтовать. Это ваши избранники. Вы идете, голосуете, избираете. Вот сейчас бы все разумеется. И никогда бы больше не ходили. Они бы были все равно. Но не были бы избранниками. И вы могли бы тогда спрашивать. А так, пустой разговор. Подмена слов буквально на каждом шагу. А кто сидит? Я говорю, какая статья? А это ботаник. Ботаник, это вообще нормально. Человек занимается растением. А это наркоман. Наркоман. Почему не сказать? Это человек, который глотает оправу и сам себя убивает. Это он не скажет. Ну или как вот этиловый спирт. Видоизменение его происходило по ГОСТу. Было определение у него сначала, что это сильнодействующий яд, поражающий центральную нервную систему. Это в 70-х годах. Потом проходит несколько лет, десятилетия, может больше, уже просто сильно действующий яд. Уже убрали там, который поражает центральную нервную систему. Убрали эти слова. А сейчас уже и не яда нету, вещество просто. Ну это ложная информация. Я говорю, просто один слом, какое-то явление, что-то где-то заменяет. Это умышленно. Снос ломает дрова, все рушится. Почему не назвать так? Уничтожение. Сожжение. Разрушение. Слова-то, которые соответствуют оснос. Что за шестнос? Вот чурки лежали в одном месте, мы их в сарай снесли. А это совершенно другое. Они плодят врагов сейчас вот этими статьями массово. И никто эту бласть защищать не хочет. Зачем она нужна? Ее так и называют антинародная. И притом ничего нельзя сделать. Наделяют полномочиями прокурора, судьи неверующие, бессовестных людей. А потом пишут, судьи оборотни. Оборотни. Ну дали взятку, они проголосовали. Я тут судился. Он написал Полюшка Поля. Илла Ивановича подписался под инициативой Мороза. Подал. Судья судит. И вот узнаем. Я говорю, когда с кем приезжал? С Гатценбиллером. А кем он был? На суде это все запрашивают. Кем он был? Он был директором библиотеки научной литературы. Вот так вот. В Мамонтово. Я говорю, он уже был? Да. Уже в это время он был директором. Директором. Все это записывает секретарь. Я говорю, будьте внимательны. Запишите, что он в это время стал директором в 1975 году. И он приезжал с этим директором. А его в суд не вызывают. Так? Так. Один раз пришел, дальше не мог. Это другое. Они уже сговорились. Все запиксировали. Теперь у меня представитель юрист. Я говорю, запросите трудовую его. Проверить надо. Он приносит. Приносит трудовую. Да. Он стал в 1975 году директором. Теперь согласны? Согласны. А вот мы ходили в архив. Алтайского края. Главный архив. В 1972 году потеряевка полностью исчезла. А мы в 1975 приезжали. По жалобу учительности, что я в школе с женой был. Ее отталкивал. И ходил по рядам. И раздавал Библии. Считаем, в 1972 году потеряевки три ученика. Три ученика никак не могут создать. Ряды. А Библию вообще зацать было невозможно. Ну такая брехня. Потеряевки не было. Три года уже ее не было. Воробьи и мыши. А на суде сидит. И как будто она не слышит. Я потом к краевому суде пойду. Пашков Виктор Иванович. Я говорю, вот такое дело. Это же не боитесь? Я говорю, суда божьи это. А, так вы мне угрожаете? Я говорю, конечно, угрожаю. Судом божьим. Деревни не было. Она в 1972 году исчезла. Вот рядом с вами государственный архив. Мы ходили. Не просто ходили, а дали нам запрос из суда. Мы нашли все. Нам выписки сделали. Какая папка, где лежит и что. Потеряевки три года не было. Где? Давай по порядку. Ложь. Все остальное выдумка. Он за клевету должен ответить. Дальше. Три человека в школе учатся, третий класс. Зачем я пошел-то туда? Когда это деревенские наши ребятишки-то. Я в любом месте бы их встретил. И какая Библия, когда Библии вообще не было? Нигде здесь нельзя было достать. А кроме того, оттолкнули учительницу. Оттолкнули Ульяну Ивановну. Теперь. А у ней сын. Ее уже нет в живых. Я добился того, чтобы его вызвали в суд. Вот он сидит. Ну, Александр, там отец у него Иван, кажется, был. Я говорю, Саша, вот ваша мама учила наших ребятишек. Скажи, как потерять? Учителей уважали или нет? Ну, учитель это уважаемое лицо раньше было. Совет какой-то дать. Могло ли быть такое, чтобы мы, ну, гипотетически, чтобы мы вошли с женой и мать оттолкнули. Куда ее отталкивать-то? Вроде она мешает. Да и глупости. Я говорю, вы видите, что он доктор истерических наук. Доктор. Это уже звание какое-то. Вот. И никаких не берут во внимание. Но он был здесь. Был, да. Он был. Николай Иванович. Морозов, он подписался. Здоровый. Это секретарь по идеологической работе Маминского района. Я говорю, и как вы приехали сюда? Да, вот так. А потом мы заехали к вашему отцу. Я говорю, и как отец выглядит? Ну, он намного выше вас. Я вызываю Петеримову Аллу, свидетели. Я говорю, как? Отец немного ниже был. Я принесу фотографию. И мы стоим рядом с отцом. Я говорю, и как он был одет? Да вот так. У него никогда такой одежды не было. Вот смотри, даже на снимке он в дождевике. Дождевик вот, который в брезентах висит тут. Ну, то есть, я им даже шанса малейшего не дал. Ну, все это подтвержденное. И никакой. Да какой же это суд? Она не слышит и не видит. Почему? Она коммунистская. И тут все уже шито, крыто. Так и сейчас вот. Доказывает. Виновата представитель Сельсовета, что она не уничтожает. Тут не пришлет бульдозеров. А сейчас она отмечает по правам человека, представитель ему. Это земляне относятся к Кольщинскому Сельсовету. Я вообще никакого права на это не имею. Ни на снос, ничего. То есть, маленько они промахнули. Сейчас они будут делать через районную. Опять дальше. Не делать подмены слов. Кто? Оборотни. Разбойники. Злые люди. Вечерние волки, не оставляющие кости до утра. А кто это говорит? Сафония. Сафония. Я точно даты не знаю. Ну, где-то 600 до Христа. Это все уже было. Было это все. И подменяют слова разбойники. Так и пришли к власти разбойная власть. Вот так и надо называть. Не говорить там, что это народа освободитель. Ходоки у Ленина сидят там, шубу отвернули. Да они еще не вышли, уже шубу отобрали. А они там что-то сидят, на пальцах показывают. Все пойдете в ГУЛАГ. Будете раскулачены и сгниете. В морозилках севера. В Нарым. А, говорят. Вот как. Прямо бы назвали. А кто такой Сталин? Грабитель. Бандит. Скольких людей уничтожил, сажал. Нет. Вождь народов. Учитель всех времен и народов, времен. И все везде все знает. Вот почему нельзя, противозаконно, крайне вредно делать подмену названий. Я Рейган, когда назвал Советский Союз, империя зла. Империя лжи. А, как он так? Ну, правильно назвал. Я живу в этой стране и скажу, абсолютная правда. Без лжи. Шагу не шагнул. И все разными вещами. Ну, все называют по-другому. Правда. Газета правда. Она правду в глаза по сне не видала. Какая правда? Комсомольская правда. Большевистка. Правда одна. Христос. Ясен путь, истина и жизнь. Поэтому надо знать истинность вещей и называть вещи своими именами. Вот так. На эту тему ответ такой. Все. Вот мы яблоки вырезаем, что гнилье. Пока выручу посварят. Гнилье. Вот оно все. Куда? Соседние с свиньям отдать. Отдавал им, нет? Нет еще. Нет еще. Вот захватить это все отдать. Вот мы поговорили на такую важную тему. Все. Ну что, давай сейчас немножко все убирайся. Завтракать пора. 15 минут 8. О, как задержались. Я пошел звонить. Все, надо козы пока убрать на соседний стол. Сидей Павлович, в башнике приятный собак гляжу со всех ног несется. Чтоб за головой он не ударился в балку, иначе там беда будет. Вот, пожалуйста. Ножа поближе к друг другу. Все. Завтракать. Все. Все. Вот, запотело как. Боже, не накрашивай, не свешивайся. Завтракать. 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 Можешь приехать. Попросить с собой. Ну, заранее там на собрании сказать Татьяну, Людмилу, Павлович, Нанину взять. Они тебя платят дорогу. Ну, и все-таки пристойный праздник. Раз в году. Да будете еще когда. Обещать приехать в гости. Тебя увидим. Можешь уже это сделать? Я думал, да. Ну, тогда возьми за это дело. Заранее с ними поговори. Вот что им обойдется. Назови сумму там, чтобы тебя оплатили только. Кому ты можешь. Можешь за четыре человека. Кто там еще. Ни разу тут давно не была Елена Политетина. Можешь с ней поговорить. Там еще кто. И все. Деньги на кон. Встречаетесь рано. Желательно в субботу. Если у нас что-то недоделанное. Помогут сделать здесь. Это там по огороду или где-то. А не женщины. А на следующий день. Все. 16 сентября. Уже. Престольный праздник. Побудете. Помолимся вместе. Да и домой. Ну, все. Тогда вопрос ушел. Садимся за стол. Садимся за стол. Садимся за стол. Так. Я хочу. Можешь. Торийск. Можно суммор AG